Всем привет! С вами Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Кстати, поздравляю всех школьников и студентов с началом учебного года. Поехали! Ну а игра у нас сегодня довольно примечательная. Я бы сказал что-то вроде школоте не понять, но игра-то настолько знаменита, что ее знают даже те, кто не застал начало или середину 90-х. Встречаем, та самая Contra на твоем мобильном девайсе. Вообще, Contra является одной из самых культовых игр для NES, игровой консоли, которая у нас была представлена собственной пиратской копией Dendy. Игра могла смело потягаться с такими гигантами, как Mario или Battle City. Этому способствовал динамичный геймплей, эпичные здоровенные боссы, которых явно рисовали под влиянием Гигера, сами герои игры, которые были капец как похожи на любимых героев боевиков того времени, ну и графика. Графика по тем временам была просто офигеннейшая. И я даже затрудняюсь вспомнить другую игру для Dendy, которая могла бы потягаться с Contra в этом плане. И это приводит нас к печальному моменту повествования, дорогой зритель. Потому что графика здесь, да ты сам видишь, она не та. Ну то есть вроде бы и уровни те же, и знакомые с детства, и вообще всё похоже, но графика не та. Её типа улучшили. Ну лично для меня после такого улучшения игра выглядит скорее репродукцией, чем оригиналом. И это не очень-то хорошо, ведь она и делалась ностальгии ради. Или ради денег. Но обо всём по порядку. Геймплей. Приставочная Contra помимо графики и динамики славилась и ещё кое-чем. А именно своей дикой сложностью. Даже по тем временам она была сложновато, а тогда-то игры так и норовили грязно надругаться над игроком. И никакого вазелина тогда не было. Так вот, наша нынешняя игра в принципе сохранила былую хардкорность. У нас всё те же три жизни на всю игру, а умираем мы всё так же от любого попадания. И не важно, босс в тебя попал или рядовой солдат. Правда, здесь у нас есть возможность покупать себе дополнительные жизни. И как ты, наверное, уже догадался, такая покупка стоит реальных денег. Поначалу я было даже обиделся, мол, донат и всё такое. А потом вспомнил старенькую приставку. Она не предлагала мне возродиться за какое-то количество рублей. Она просто с упоением убивала меня и моих друзей раз за разом. Иногда доводя буквально до истерик. Так что я было уже решил не относить донат к минусам. Но потом прошёл первый уровень. И знаешь что? Всё! Дальше все уровни покупаются отдельно и за деньги. Разблокировать персонажа тут тоже не помогут игровые заслуги. Только деньги. Уж простите, но это совсем уже наглость. Под конец немного о нововведениях. Каждая миссия заканчивается статистикой. А перед началом мы можем выбирать персонажа. Помимо знакомых с детства Билла Райзера и Лэнса Бина, присутствуют ещё и два женских персонажа. Ну, а теперь к итогам. Плюсы, в принципе, всё та же контра. Всё те же уровни с чередованием традиционного бега слева направо, прыганием вверх по скалам и вида со спины, где был применён когда-то восхитивший меня эффект псевдо 3D. Минусы, перерисованная графика. Это, на мой взгляд, было абсолютно лишним. Ну и, конечно, бешеное и необоснованное вытягивание денег из игрока. Но, в целом, советую всем, кто играл в Контру тогда, да и тем, кто не играл тоже. На сегодня это всё. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй и рассказывай об этом видео своим братюням. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok